Редактор субтитров А.Семкин Я не понимаю, как можно было весь багаж потерять? Ой, да ладно тебе. Ребята, всем привет, это Орел и Решка и мы прилетели в Доминиканскую республику. В отличие от нашего багажа, который просто не прилетел в Доминиканскую республику. Ой, Доминиканская республика в прошлом году была признана лучшим пляжным курортом. В общем, я считаю, что уикенд будет замечательный. Что такое? Быстро подпасывай, Орел! Решка! Сейчас, 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 сейчас. А дождевик-то в багаже? Да что же это такое? Что это такое? Это Орел, Алина. На то я буду бедная, гордая, но красивая с рюкзаком. Ну и пусть багаж не прилетел, а зато прилетело кое-что поважнее. Уху! Чего там было в багаже такого, чего я не куплю на золотую карту пока? Доминикана – один из самых популярных пляжных курортов мира. Карибское море, Атлантический океан и самые огромные в мире животные, увидеть которых мечтает каждый. И мы не исключение. Хватит, хватит с меня нервов на сегодняшний день. Все. Тем более мне еще по большому острову кататься. Поэтому, пользуясь возможностями своей золотой карты, я просто возьму и найму людей, которые будут думать за меня, где остановиться, что делать. Все. А я отдохну. Спасибо. Так, деньги поменяла, рюкзак при мне, дождь закончился. Ну, вроде как день налаживается. Но вот незадача. Вылез нюанс с транспортом. История такая, друзья. Автобуса из аэропорта в город просто нет. Представляете? Такси – это дорого. Поэтому общественный транспорт будем искать за пределами аэропорта. Бьен Венидас, Николай. Знакомьтесь, личный консьерж. Это такой человек, которому ты говоришь свои желания, а он их исполняет. Например, срочно находит тебе сменную одежду. Вот это вы, конечно, оперативненько. Так работаем. Это мне? Это вам. Ничего себе, спасибо большое. Приятного полета. По словам моего консьержа, все богатые туристы отдыхают в восточной части Доминиканы. Там находятся самые лучшие развлечения, виллы и рестораны. Отправляюсь туда. Мы медленно едем. Пойду под назму. Один пилот хорошо, а два пилота лучше. На себя, да? Для того, чтобы добиться тех же адреналиновых выбросов за рулем автомобиля, нужно совершать страшные вещи. А в самолете достаточно сделать вот так вот. Класс! Я говорила уже, что такси здесь это дорого, но местные пользуются мото-такси. Называется мото-пончо. О, едет! Едет, едет, едет! Сюда, 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 поворачивай! Он же по встречке сейчас едет. Дождь, дождь, реально дождь начинается. Нет, нет, нет! О, едет! Пожалуйста! Кватро, это очень хорошо. Ну что ж, первым делом отправлюсь на пляж. Спустя 40 минут я приземлился в восточной части Доминиканы. И тут меня уже ждал мой консьерж. Добро пожаловать в Пунта-Кано! Здрасте! Сеньор, Пунта-Кано? Пойдемте. Еще одна прелесть консьержа – он находит для вас самый лучший транспорт. Мазерати Леванте 2018 года. Это мой конь. Ваш. Закрывайте. Скорость спорткара, проходимость внедорожника и итальянский дизайн. А стоит эта крошка, вдумайтесь, как трехкомнатная квартира в хорошем районе старинцев. Пляж Бока-Чика находится буквально в 20 минутах от аэропорта. Славится он длиной в три километра и прозрачной водой. Ну что ж, пора рассмотреть его поближе. Плотность населения. Пляж большой, всем места хватает. Все такое вальяжное, спокойное. Кто-то пришел, кто-то ушел. Мне нравятся. Какие хорошие. С инфраструктурой здесь тоже все в порядке. Вот тебе кокосы, фрукты, кафе, раздевалки, шезлонги. Качество песка. Сейчас проверим на себе. Как песочек. Песок грубоват. Для брутального мужчины, конечно, нормально. А вот для нежной девушки все-таки нужен лежак. Вода. По моим ощущениям градусов где-то 22. Очень прозрачная, приятная. Но есть один нюанс. Глубина. Как говорит классик, 15 сантиметров. Нормально не искупаться. Разве что ножки намочить. Ставлю 4 с минусом. Самая высокая концентрация туристов в Доминикане либо на пляже, либо в баре. А самый популярный коктейль в Доминикане пина колада или же пинья колада, что в переводе с испанского – процеженный ананас. Готовится он так – ананас, молоко кокоса, лед и ром. А в мою безалкогольную версию коктейля ром не добавляется. Перемешиваем. Украшаем коктейльной вишней. Но главная фишка – подача. От этого зависит и цена. Но есть ли разница во вкусе? Сейчас попробуем. Какой он сладенький. Прям жидкий десерт. Какая вкуса. Разница только в подаче. Вкус один и тот же. Но если вы хотите красивую фотографию, конечно, стоит выбирать эффектные коктейли. Мой консьерж выбрал для меня самое лучшее жилье на всем восточном побережье Доминиканы. Закрытый курорт для миллионеров – Каса де Кампо. В переводе – домик в деревне. И домики здесь самые дорогие. И в них отдыхают самые богатые мира сего. Только вслушайтесь в эти имена Джей-Зи, Бейонсен, Камерон Диас, Дженнифер Лопес и Вин Дизель. А сегодня здесь буду жить я. Добро пожаловать ко мне домой! Ну что идемте, я еще сам не видел, что у меня там. Значит так, давай договоримся на берегу. Пока в рам не топтаться, руками ничего не трогать, от увиденной роскоши сознание не терять. О, лифт. В моей двухэтажной вилле есть роскошная гостиная с мебелью из натурального ротанга. Столовая с обеденным гарнитуром на 12 персон. Три спальни, мебель в которых из дорогостоящего красивого красного дерева. И уйма всякой милой дребедини. Вообще вот в странах такого курортного образца, где есть океан, где есть пляжи, самые дорогие виллы находятся где-нибудь на берегу. Но не здесь. Здесь самые дорогие виллы находятся в глуши. Посмотрите, обрыв, речка течет. А почему? Потому что звезды и миллионеры любят тишину. Я понимаю за что. На пляже была. Пора познакомиться со столицей Доминиканы. Городом Санто-Доминго. Телеферико. Канатная дорога. Такой необычный, очень удобный общественный транспорт. В моем случае можно посмотреть на город сверху. Спор нас набирает. Ого. Оказалось, что сверху с канатки столица солнечной Доминиканы совсем не похожа на радостный курортный город. Такие разбитые дома. Даже на дома не похожи. Просто какие-то постройки. Прям трущобы. А вот вообще какие-то свалки. Я вообще в шоке. Очень похожа на бразильские фавелы. Я, честно говоря, шла сюда за аттракционом прокатиться, посмотреть сверху на город. А сейчас чувства очень смешанные, потому что ты видишь под собой настолько бедные районы. И что там жизнь на невероятно низком уровне. Но не стоит судить о Санто-Доминго по первому впечатлению. Внутри его улочек царит совершенно другая атмосфера. Доминиканцы считаются одними из самых счастливых людей на нашей планете. Все дело в отношении к жизни. Они никогда никуда не спешат, постоянно улыбаются и любят устраивать праздники. Но это еще не все, что нужно знать о доминиканцах. Среднестатистический доминиканец выпивает 110 литров крепкого черного кофе в год. А с виду они такие спокойные, как будто бы не кофе, а чай с медом пьют. 90 процентов доминиканок – обладательницы божественных красивых кудряшек. Но они выпрямляют волосы два раза в неделю в салоне. Все потому, что ходить вот с такой копной волнистых или кудрявых волос – это признак дурного тона. Или нетрадиционной ориентации. Удивительно, но в доминикане нет пенсий и всех бабушек и дедушек обеспечивает их большая родня. Ну или же они обеспечивают себя сами. Уезжать нам надо, Саша, уезжать. Ты знал, что девушки в доминикане выходят замуж с 15 лет? А парни с 16, между прочим. Нам тут делать нечего. Уезжать надо. И, между прочим, это все разрешено законом. Недалеко от моей виллы находится один из самых лучших пляжей Доминиканы – Менитос бич. Друзья, все вы знаете о нашей гениальной рубрике «Инспектор пляж». Мы путешествуем по миру, инспектируем пляжи, чтобы вы знали, какой пляж хорош, а какой не очень. Так вот, представляете себе, мы узнали о том, что есть некая экологическая организация, которая занимается практически тем же. И что они делают? Они проверяют пляж и после выдают ему некий знак качества – голубой флаг. Этот голубой флаг значит, что пляж идеален. Голубой флаг – это международный экологический сертификат. Для того, чтобы его получить, пляж должен соответствовать аж тридцать одному критерию. И проходить проверку каждые две недели. Я сейчас буду инспектировать, если не дай бог, я найду хоть один из вены. Я сорву этот флаг, и никто меня не остановит. Никто меня не остановит. Опа, опробую местный песок. Ну, вроде мелкий. Итак, вода. Вроде чистая. Закрываем, двигаемся дальше. Во имя науки. Вы должны знать, что пьете. Так, образцы есть. Отдам лаборантам, пусть они разберутся. Коллеги, коллеги, пожалуйста, сделайте анализ. А я считаю, что пляж отличный, потому что абы какому пляжу голубой флаг не дадут. В общем, однозначная пятерка. В море искупалась. Столица увидела. Теперь хочу к океану. Говорят, до него рукой подать. С общественным транспортом тут туго. Но… В Доминикане есть очень удобная для всех путешественников штука. Это местные ренталы. Говорят, что здесь можно арендовать машину не имея больших денег. То есть ты предоставляешь паспорт и вообще не платишь никакого залога. Сейчас это и проверим. О, здравствуйте. Привет. Меня Алина зовут. Приятно. Мне нужна машина. С тебя паспорт и 40 долларов. Вопросик, а если я ее разобью? Разобьешь, заплатишь за ремонт. Вот это машина? В моем распоряжении на этот уикенд – Киа Оптима. Такая тачечка крутая. Еще и коробка автомат. У нас автомат. На газу это значит еще экономнее. Так я могу сделать уличную дискотеку просто. Да, да, да. Мы неоднократно выходили в море для того, чтобы увидеть китов. И практически их не видели. Но зато в этот раз мало того, что сезон, еще и поговорят, что китов в 4 раза больше, чем обычно. Киты – это самые крупные животные в мире. Вес, как 10 внедорожников. Сердце – размером с автомобиль. А по сосудам кита, который диаметром с ведро, перекачивается в 8 тысяч литров крови. Оказывается, порядка 50 миллионов лет назад предки китов ходили по земле. Потом они просто ушли в океан в поисках более доступной и обильной пищи. А еще это одни из самых далеко мигрирующих млекопитающих. Каждый год киты преодолевают расстояние в 8 тысяч километров. Лето. Доминиканские горбатые киты проводят на севере, где вдоволь рыбы, им можно нагулять жирок. А зимой приплывают в теплые воды для спаривания и родов. А люди гоняются за ними по всему миру, отдавая бешеные деньги за туры и лодки. А все, чтобы хоть краем глаза увидеть, как те показываются из воды. Правда, такая удача улыбается лишь единицам. Киты, конечно, большие, но, к сожалению, океана еще больше. Поэтому киту ездить скрыться. Но я не теряю надежду. Так, транспорт есть. Место для ночевки теперь тоже. Осталось разобраться с питанием. Доминикана – это же тропический рай. Здесь должно быть много прикольных фруктов. А где продаются самые дешевые? Конечно же, на рынке. Так, ну мы будем охотиться на самые экзотические фрукты. Это вообще похоже на сердце. То ли картошка, то ли киви. Какие-то коровьи лепехи. Пахнет, кстати, вкусно. Тамариньо. Тамариньо? Тамариньо. 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 Ну пахнет не очень аппетитно, но я хочу попробовать. Окей. Ой, вот это. Какие-то огромные бобы. Оргахрова. 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 Никогда такого не видела. Оп. Я уже так прилично затарилась. Проведя два часа в море, я думал, что стану еще одним ведущим орла-орешки, которому так и не повезло встретить кита. Но… Кит. О, смотри, смотри, смотри. Ты видел? Ого. Ого. Какой он огромный. Ничего. Там их два. Там два кита. Это мама с ребенком. Ого. 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 Посмотри, что они уторяют. Посмотри, какая красота. Один прям играется, выпрыгивает вверх хвостов. Он вытанцовывает здесь, трюки делает, акробатические разные пинты. Киты, спасибо вам большое. Спасибо. Сегодня все актеры молодцы. Прекрасное место для обеда. Вот. Что же может быть вкуснее фруктов? Ну что, приступим к фруктовой дегустации? Каймито или звездчатое яблоко. Такое волокнистое внутри. Сладкий вкус, как такая спелая-спелая слива. Сапоте. Это прям как морковка, которую сварили. Немного сладковатая, но в меру. Гуанабана. Похоже на спелую-спелую грушу с чем-то молочным. Спелая груша со сметаной. Мамон. Как персик с бананом. Прям как будто бы пюрешка внутри. Ты ешь такой готовый йогурт взбитый. Хагуа. О нет, о нет-нет-нет. Вот эту вот штуку не покупайте. Вот как она выглядит. На запах и вкус вот как забродивший какой-то фрукт. Знаете, когда сок постоял в холодильнике долго. Вот пробуешь вот такой вкус. Сушеный тамарин. Такие большие кости. Ой, кисло. Мне напоминают по вкусу абрикоса. По сути это вот такие косточки, между которыми есть немного повидло. Альгаробо. Ой, даже не знаю как его открыть. Ты что делаешь? Нет-нет. А как? А можете мне открыть? Я просто первый раз. А как это есть? Эй, чувак, а как это едят? Так это нельзя есть вместе с теми фруктами, которые у тебя на лавочке. Понимаешь, просто если это все смешивать, то диарея тебе обеспечена. Это как минимум диарея. Спасибо. Спасибо, что пришли как раз, когда я все съела. Смотри, из гуанабаны делается мороженое и джемы. Тамаринда нельзя много, это сильный женский афродизиак. Хагуа нужно две недели замачивать в воде, а потом добавлять в коктейли с молоком. С молоком хорошо. Мне кажется, если еще молока сюда добавить, вообще будет нехорошо. Но самое главное правило – не смешивать все эти фрукты. А то проведешь уикенд в уборной. Ой, мне кажется, вот я чувствую сейчас. Мне по делам отойти надо. Слушайте, Маша, давайте-ка в ресторан съездим. Я поем, да. По словам моего консержа, в восточной части Доминиканы есть рестораны на любой вкус и аппетит. Маша предложила. Ресторан «Джели Птиш». С прекрасным видом на море. Ресторан «Лорензиллос». С самыми свежими морепродуктами. Но лично я уже устал и от моря, и от морских гадов. Поэтому выбрал… Самый мясной ресторан «Изабелла». Фирменное блюдо которого – стейк «Томагавка». А готовится он так. Берется полуторакилограммовая вырезка мраморного говяжьего мяса на ребровой кости. Кость зачищается от мяса и жира и становится ручкой для стейка. Далее мясо посыпается солью, перцем и отправляется на разогретый гриль. Каждые две минуты мясо нужно переворачивать, чтобы оно равномерно прожарилось. И вот, спустя 15 минут, стейк «Томагавк» готов. Вы посмотрите, какой кусок. Вы посмотрите, какое мясо. Топор. Это топор для казни моего голода. Просто этот стейк, он настолько прекрасен, что сейчас я буду кусать не от голода, а от страсти. Ничего лишнего, только мясо, соль и искусная рука повара. Ну и сейчас ее уже нет, как бы она там осталась. А вы понимаете, что у нее идеально. Хух, хватит с меня экзотических фруктов. Поэтому я затарилась бананами и поехала искать какое-нибудь живописное место для ночевки. Можно отвезти душу. Чувствую себя замечательно. Еще один крючок поставлю. А пока ограниченные туристы, ой, ой, в смысле туристы с ограниченным бюджетом устраивают вечеринки на пляже, все богачи отправляются в Кокобонго. Между прочим, здесь в клубе Кокобонго самые крутые шоу. И с минуты на минуту начнется одно из них. Кокобонго – это международная сеть ночных клубов. Их фишка в том, что это не просто дискотека, куда приходит подергаться под музыку. Всю ночь здесь устраивает фееричный шоу. Так, сходив в Кокобонго, ты одновременно можешь побывать и в театре, и на карнавале, и в мюзикле. Кокобонго – это ночной клуб не о напитках, танцах и пьяном угаре, хотя это здесь тоже есть, а шоу. Уровень постановок здесь не уступает дюссалей. А моя дискотека уже закончилась. Если вы взяли машину, в которой огромный сабвуфер и решили потанцевать – заводите машину до конца, потому что может разрядиться аккумулятор. Вот так вот. Такая махина разрядила мне машину. В Доминикане есть служба, которая может приехать мне помочь в любых форс-мажорных обстоятельствах. Здрасте. Я не знаю, как это получилось. Я не знаю. Это я… Мне просто никто не сказал, что надо до конца завести. Получилось? Да? Получилось! Получилось! Спасибо! Перед сном мой консьерж приготовил мне сюрприз. Уникальный массаж под луной. Посмотрите. Свечи, факелы, массажный стол похожий на алтарь. Такое ощущение, что меня сейчас не массажировать будут, а в жертву принесут. Вот, ребята, положа руку на золотую карту, заявляю, что это самая крутая декорация массажа, которую я только и видел. Но прикол не только в декорациях и эксклюзивности. Луна считается символом равновесия и расслабленности. И массаж под ее сиянием идеально подходит для восстановления и очищения организма. Добавьте сюда свежесть морского бриза и убаюкивающий шум прибоя. М-м-м. Медитация, да и только. Вы, конечно, можете верить, а может и нет, но массаж этот лунный, он работает. Смотрите, луна управляет Аделлой. Аделла управляет своими руками. Ее руки управляют водой в моем теле через массаж. Угу. И так хорошо. Это либо отлив. Лива отлива. Спокойной ночи. Спокойной ночи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Знаете, почему в миллионерских поселках так тихо никаких шумных тусовок, ни громкой музыки, ничего? Знаете почему? Потому что ты никогда не знаешь, кто твои соседи. И на всякий случай не рискуешь. Доброго богатого утра вам! От бананов меня уже откровенно тошнит. Мне кажется, я могу себе позволить нормальный завтрак. Ух, эти картинки, картинки английского языка нет. Просто попрошу что-то сытное. Вот это вот вроде каша? Минимум желудка. Да. Это что, каша? Пахнет вообще каким-то вареным луком. Это что, банан? Вы смеетесь? Тут банан. Оказалось, что популярное местное блюдо мафонго – пюре из зеленых бананов с кусочками сыра, лука и шкварками. Почему в стране, где так много фруктов, надо есть вот это? И морепродукты, живот рядом. Вот, вот здесь вот из моря можно же выловить очень много всего вкусного, ребята. А че ж ты я одна ем? Мне никого не угощаю. О, глянь, правда приплыли. Смотри, полосатые. Полосатики, приятного аппетита. После вчерашнего насыщенного на эмоции дня я отправился на поиски доминиканского умиротворения. В Доминикане очень много шумных, ярких, красивых тусовок. На пляже, в ночных клубах, где угодно. Иногда так хочется сбежать куда-то в тихое место, где тебя никто не тронет, где ты можешь соединиться с природой. Это сенот, лагуна, который называется Ая Клара. Ну что в переводе на русский – ясная дыра. Таких водоемов в Доминикане десятки. Появляются они там, где подземные реки подмывают грунт и выходят на поверхность. Вода здесь кристально чистая. Прямо светится. И круглый год в любую погоду прохладно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Зато бодрости заряд. 220. Разряд, я бы даже сказал, бодрости, а не заряд. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Какая красивая тишина. Жаль, что ей осталось недолго. Потому что сейчас я спрячу клад от Орла и решки в этом сеноте, вот в том дереве. 100 баксов для вас, друзья. И скоро здесь будет такая тусовка наших, что... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА За заветной бутылкой со 100 долларами в Доминиканской республике отправляйтесь в регион Пунта Кана, что в восточной части острова. Там ищите лагуну Оя Клара. В дереве под водой вас и будет ждать клад от Орла и решки. Помимо морей, океанов и лагун, в Доминикане уйма водопадов. Пришли! Я приехала к одному из самых знаменитых. Водопад Эль Лимон. Находится посреди доминиканских джунглей и считается одним из самых больших на острове. Его высота 55 метров. Но главное не это. Есть легенда, из-за которой, собственно, я и приехала, что если ты искупаешься в этом водопаде, то непременно станешь миллионером. Так, я готова к ритуалу омиллионеривании. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, Лилиона себе намыла? Можно ехать дальше? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В восточной части Доминиканы есть еще одно развлечение для богачей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Коля, добро пожаловать в Волжен Атанчерс. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот это вы, конечно, резвые ребята. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Класс! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Морской парк Маринариум. Это такой себе зоопарк, который построили прямо посреди моря. Смотрите, как здесь все устроено. Здесь несколько бассейнов. Вот здесь, например, бассейн со скатами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь бассейн с акулами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА То есть, получается, раздельный снорклинг. Ну, рыбок и безобидных акулнянек я уже видел. А вот пощупать живого электрического ската – такое у меня впервые. Вау! Прикольно. Какой он приятный на ощупь. Снизу такой нежный-нежный, а сверху шершавый. Скользкий. Видимо, глаза на меня смотрят. Выглядит это все, конечно, мило. Но есть одно но. А, они ударят током? It's safety? It's safe. It's safe. It's ok. А, у нас среди он, ну, обрезанное его. Обрезанный электрод. Лампочку вынули. То есть, этот скат безопасен. Знаете, у меня сейчас смешанные чувства. С одной стороны, эту вау интересное детское любопытство просто играет во мне, что это скат. Ската невозможно потрогать в дикой природе. Во-первых, он не контактный. Как только человек к нему приближается, он сразу уплывает. Во-вторых, он опасен, потому что в этом хвосте содержится электрический заряд, который убивает человека на месте. А с другой стороны, это живодерство в чистом виде. Let me go. Вряд ли скаты в восторге от такого аттракциона. Они не могут уплыть. Их засунули в клетку. Они не способны защититься. Им удалили их единственное оружие. К тому же, ну, я один турист. Потроглась, скат и отпустил. А обычно здесь по 20-30 туристов привозят в час. И каждый норовит потрогать, сфотографироваться. Жалко? Вблизится конец уикенда. И я уже добралась до финальной точки своего путешествия. Океан! Родненький, привет! В отличие от моря, здесь совершенно другая атмосфера. Волны больше, ветер сильнее и в разы меньше людей. И невероятный, красивый Атлантический океан. У меня прям такой водный марафон получился. Искупалась в водопаде, в море и сейчас в океане буду купаться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Оставшиеся часы богатой доминиканской жизни я решил провести на шикарной яхте. Друзья, Карибское море, оно удивительно и в разных своих частях выглядит абсолютно по-разному. И я уверен, что доминиканская часть завалит такими подарками, что я еще буду долго разгребать впечатление. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА По словам моего консьержа, а вот, собственно, и она. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так вот, по словам Маши, вариаций для дайвинга в Доминикане множество. Но мне порекомендовали погрузиться к затонувшему судну. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Круизный лайнер «Атлантическая принцесса» Еще десять лет назад приспокойно катал туристов от одного курорта к другому. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А потом бац! Тропический шторм. И вот он на глубине 12 метров. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Из пассажиров и экипажа никто не пострадал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Зато подводные жители получили себе еще одно убежище. А дайверы – прикольную достопримечательность. В общем, все довольны. Ну, кроме владельцев судна, конечно. Потрясающий день. Внутри такое тепло. Ты собираешь, пока путешествуешь по этой стране. Здесь точно не будет холодно и одиноко. Даже если путешествуешь сам. Добро пожаловать ко мне домой! Море, море, море. Кит! Океан! Хо-хо-хо-хо-хо! Можно отвезти душу! Никто меня не остановит. Никто меня не остановит. Я в данном мереге доминика. Зато бодрость и заряд 220. Очень много солнца. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Блин, Коля, ты видел меня! Посмотри! Они были ко мне так же близко, как сейчас ты тоже. Смотри, смотри, смотри! Куда смотри? Я это видел, я это снимал, Алина. Я просто в шоке. Как красиво. Привет, ребята. Привет, ребята. У нас тут киты. Киты, 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 киты. У меня киты, а у Линки видео китов. Давайте смотреть правые глаза. Ну, у нас киты. Слушай, смотреть в будущее. У нас столько всего впереди. У нас не было Антарктиды еще ни разу, кстати. Холодно. Курточку набросишь. Бычьих акул не видели? Мы не видели бычьих акул еще. Бычьи акул. Ты знаешь, что они без разбора и мусор, и людей видят. А мы не мусор, мы не мусор. Они нас пощадят. Я не уверена, что они нас пощадят. Пока, друзья.